О главных ошибках мятежа Пригожина, о причинах его неудачи и будут ли у этого мятежа подражатели. Решится ли путинское окружение на новый путь или же Путин сделает сейчас выводы и окончательно забетонирует свою власть? Обо всем этом на стриме в ютубе 24-го говорим с публицистом Андреем Пиантковским. Андрей Андреевич, рад вас приветствовать. Слава Украине. Героям славы. Добрый день, Артем. Андрей Андреевич, вот в свете этого Пригожинского мятежа, к сожалению, неудачного, я бы хотел вас порасспрашивать о том, а будет ли следующий такой же. Ведь, знаете, немало говорилось о том, что из-за вот этих путинских многочисленных ошибок в какой-то момент его от власти все-таки отстранят. Но не могли мы предположить, что это будет вот таким вот способом. Мы не могли, наверное, может быть, вы сейчас скажете противоположное, но тем не менее я не мог себе представить, что это будет вот так вот, вагнеревскими колоннами на Москву. Так вот, как может выглядеть следующий мятеж? Он будет что-то подобное к вот этому зрелищному событию, что в субботу была? Или же это будет как-то, знаете, по-тихому уже в путинской спальне? Вы знаете, я бы не согласился вот с вашей терминологией неудачный Пригожинский мятеж. Во-первых, он не Пригожинский, а гораздо шире. И, во-вторых, он удачный. Ну, посмотрите, что изменилось за эти два дня. Катастрофически упал престиж Путина в глазах общества, в глазах элиты. Ну, и самое главное, это достигали организаторы Кремля. И в его собственных он узнал две вещи, о которых он не подозревал, что у него нет ни поддержки силовых структур, и нет народной любви. Ну, самые яркие сцены вообще мне все эти два дня смотрятся таким кинематографическим калейдоскопом. Вот давайте вспомним самые яркие сцены. Пожалуй, самая выдающаяся, она войдет в будущие учебники истории. Это то, как бандит, уголовник Пригожин без единого выстрела занял штаб Южного военного округа. Штаб, впрочем, ведущий войну с Украиной, все там было сконцентрировано. За несколько минут или часов, может, до прихода Пригожина оттуда позорно бежали министр обороны в Шойгу и начальник генерального штаба Герасимова, которые приехали в этот штаб руководить, вообще говоря, ликвидацией Вагнера. Ну, в воскресенье, между прочим, мелькнули сообщения, что охрана штаба, она понесет какую-то ответственность за то, что они не выпали свой. Ну, хорошо, охранники не выпали свой долг. Но что мы видели там на скамеечке, на заваленке? Два выдающихся генерала. Генерал-полковник Евкуров, заместитель министров, герой, между прочим, легендарный герой знаменитого броска на Пличнину, если мы вспомним, вошло в такую мифологию российскую, имперскую. И генерал Алексеев, заместитель начальника генерального штаба. Ну, они, у них было личное оружие, они должны, как настоящий генерал, бы застрелить Пригожина. Нет, они беседовали с ним. Знаете, например, картинка, вот, бандиты любят перейти, такие черки устраивать, так сидя на корточках, вот, такая их традиционная. Вот они втроем там сидели на коржах, доносились обрывки их разговора, чудовищного вообще, с точки зрения российской власти. Приголем, да дайте мне этих ник... Что, да забирайте их, да забирайте их. Андрей Андреевич, ну, смотрите, почему я позволил себе назвать этот его мятеж неудачным? В том плане, что я-то других результатов хотел. Я хотел, чтобы он не остановился на полпути, да? Чтобы эта жаба с гадюкой в Подмосковье начала грызть друг друга, перегрызая друг другу горлянки. Вот этого мне хотелось, да, как украинцу. И еще момент, видите, вы говорите о том, что Путин узнал, что нет ему народной любви. Но разве диктатору нужна народная любовь? Это если бы он зависим был от электората, тогда да. А диктатору-то зачем народная любовь? И второй момент, он узнал о том... Я позволю себе, да, вот, пройтись по тому, что вы сказали. А второй момент, вы сказали, что он узнал, что ему нет поддержки среди силовиков. Но знаете, я-то боюсь того, что он это увидел и сейчас примет правильное, к сожалению, решение, да? И вот окончательно там забетонируется в своем валдайском бункере и оттуда с ядерной кнопкой будет дальше руководить этой своей империей. Слушайте, а кто его забетонирует и кто ему ядерную кнопку? Да, сейчас как раз вот угроза ядерной атаки или такой ядерно-террористической атаки, там, сценарий уничтожения Запорожской АЭС, Титанова, все это можно забыть об этом. Путин потерял вот единоличную власть. Вы смотрите, это два дня демонстрации его беспомощной. Вот эти его, я не знаю, пять или шесть выступлений подряд, которые он пытался доказать, что все замечательно, вот, сцены, вторая кинематографическая сцена, этот соборная площадь, коронавиатая палата, громадная лестница, его показали сверху, символически как бы спускающего, с лестницы, где там стоят потешные войска. Давайте просто для того, чтобы прояснить картину, я вот попробую развить второй мотари, что это не Пригожинский мятеж, а гораздо шире. Вот давайте посмотрим публицистическую деятельность Пригожина. Ну, сначала он начинал с обличения, и давно, год этим занимается, собственно, Путин его на это исподобил, обличать Шойгу и Герасимову, потому что, когда страна теряет поражение, возникает вопрос, кто виноват, фюрер или бездарный генерал. Вот это и доказывал Пригожин. Но, значит, в последнее время сначала появились совершенно другие тезисы. Вот примерно месяц назад был ознаменитый текст, который он повторял всё время. Я позволю процитировать даже некоторые выражения, может быть, не совсем корректные, у нас на канале, но мы изучаем, мы как бы патологоанатомы, мы изучаем трупы этого государства, и иногда приходится использовать такие медицинские термины. Так вот, Пригожин, дословно, не мы придумали спецоперацию, не мы развязали эту безмозглую войну. Если, когда солдаты поймут вашу трагедию, они разговаривают тем людям, которые это сделали. Всё. Уже уровень публицистики поднимается от критики, как неудачного командования, что это воры, Шойгу с Герасимом, бездарный, а Буководство уже война, безмозглый. Но в последних своих выступлениях, уже за день до два до этого похода, ну, я уже начинаю подписываться по всему, он цитирует заявление антивоенного комитета. Путин — это ложь, что якобы Донбассу угрожали Украина и НАТО, никакой угрозы не было, война развязана ради бизнес-интересов и амбиций олигархов и мерзавцев Министерства обороны. Ну, мы с вами согласимся с этой линией. Ясно, что Пригожин, не сам он писал этот текст, Пригожин был фронтменом, достаточно влиятельной группы людей. Часто этих людей проявилось, и я сейчас скажу, кого я имею в виду. Я называю этих людей партией почетной капитуляции. В России все осознали, что война проиграна, и сейчас формировались две партии. Партия почетной ничьи — это, собственно, Путин и его окружение. Они хотят, ну, они же засылают к вам бесконечных посредников, там, начиная еще с 16 июня прошлого года приезжали Макрон, Драги, Шольц, потом Лидо Хуэй, там, великие бизнесмены, Маски, Гейтси. Ну, закончилось, в конце концов, какими-то африканскими племенами, и все требуют одного — остановить огонь. Значит, часть территории украинской остается, ну, как Россия, Путин продает это своему пипову и окружению как почетную ничью, и сохраняется власти. Но, в общем, серьезные, умные люди в руководстве России, они поняли, что ни Киев, ни Запад на это сейчас не согласится. И вот эти люди образовали партию почетной капилляции. Я не единственное, это негодяи, это такие же негодяи, как и Путин, они активно участвовали в этой войне, но сейчас они поняли, что надо решать гораздо более серьезную задачу. Война с Украиной проиграна, нужно сохранять власть и собственность в проигравшей стране. И пригоден очень выгодный, очень выигрышный для них фронтмен этой операции, потому что, ну, надо убедить население, почему они сохраняют власть. Вселенная надо объявить, что она проиграна, окончательно. Мы отходим на границе 91-го года. Ну, в общем, большинство населения вздохнет с облегчением, потому что первым своим дегретом они отменят указ Путина мобилизации 40 тысяч, сколько же, да нет, 30 миллионов российских военнообязанных, они будут избавлены от угрозы превратиться в это пушное мясо. Примерно, вот, проблему убедить, примерно по моим подсчетам, это, кстати, совпало с последним закрытым опросом ФС, вот ЗЭД-Быдова, такое патриотическое, убежденные русские фашисты, это примерно 10% населения. Вот их убеждает Пригожин, потому что они воспринимают его как свой, как свой, вот он герой. И он им последовательно подводит их к той идее, что война проиграна. Ну, мы героически сражались, я вот взял Бахмут, а генералы все это... Война проиграна, придется это принять и заняться наказанием преступников. Вот, собственно, это программа вот этой партии, партии почетной капитуляции. И им нужно... Они... Что они достигли? Почему вот это важно, что Путин понял, что у него нет... Им нужно убедить в этом Путина, сказать ему, что вот Володя, уже нет другого выхода. Теперь, кто в этой партии? Вот, ну, во-первых, конечно, в ней был генерал Суровикин, его вчера выдала газета «Нью-Йорк Таймс», но потом, когда копнули глубже, казалось, что не один генерал Суровикин, а там, по-моему, 20 высших генералов являлись такими закрытыми, секретными или почетными членами ВАГРа. Ну, то, что у этой партии есть пригоженный ее фронтмен, у него-то никаких убеждений нет. Он начал... Его конфликт... В Министерстве обороны был конфликт хозяйства с субъектов. Он ненавидил Шойгу за то, что они не поделили там миллиарды долларов на пропитание или, наоборот, на голодном существовании. Ну, это фронтмены использовала вот эта партия почетной капитуляции, внушая населению мысль о неизбежности. И теперь они... Я считаю, они блестяще выполнили программу. Они... Путин увидел, что его никто не поддерживает. Это увидело все население страны. Ну, слушайте. Вот вторая... Вы помните выход Вагнера из Ростова? Их провожал народ как героев. И это уже после... После выступления Путина, в котором он заклеймил как предателей, вот это два мира разных, Ростов и Москва. В Ростове народ ликовал от акции Пригожна, а в Москве что? Десятки джетов, бизнес-джетов рванули в Стамбул, в Стамбул, в Стамбул, Дубай. Теперь им легче будет убедить Путина, что надо уходить. Андрей Андреевич, я считаю... И последнее, что я скажу, конечно, это эмоционально. Мы все, как я, я с удовольствием посмотрел бы эту картину уличных боев в Москве. И мы все это ожидали, но это не нужно вот этой партии, которая хочет прийти... Она не хочет прийти к власти через кровавую месимую в Москве. Они хотят выглядеть как для Запада очень серьезные, солидные, серьезные партнеры. Они не... Они... В их планах не входило... В их планах не было входить в кремлевские кабинеты по трупам личной охраны Путина. Они войдут туда совершенно легитимно по указам исполняющего обязанности президента Мишульстина, когда они уже теперь, воспользовавшись теми аргументами, которые они получили за два дня, уговорят Путина это сделать. А, кстати, обратите внимание, когда Путин пытался в субботу организовать такую активизионную кампанию поддержки, к нему выступили там с верноподочным заливением ряд губернаторов, там не было среди них ни Мишустина, ни Собянина, ни, между прочим, тульского губернатора Алексея Дюмина, хотя все соседние губернаторы клялись в поддержке. Я думаю, что эта партия очень успешно выполнила психологическую операцию, показав всему обществу и Путину самому, что он уже опущенный пахан, а опущенный пахан уже не пахан, и с ним можно вести себя. Так что мы с вами лишились замечательного зрелища уличных боев в Москве, как этот Долотов бил себя пяткой в грудь на этом самом потешном параде и кричал море крови, море крови пролилось бы в Москве, но Москву бы мы не сдали. Это люди, которые еще несколько месяцев назад говорили о том, что они возьмут Киев за 2-3 дня. Это великолепная демонстрация, что все путинское государство это фейл стоит. Андрей Андреевич, я считаю это большим успехом Украины. Вы сейчас перевернули просто у меня в голове все, как я себе думал, все, как я себе оценивал. Давайте сейчас я еще раз попытаюсь по полочкам разложить, а вы подтвердите, может я ошибаюсь теперь. То есть вы говорите, что Суровикин был в партии Пригожина. И вот то, что мы, я, до этого думал, что это было предательство со стороны Суровикина, когда он отказался Пригожина поддерживать, а вышел с заявлением о том, что он с осуждением вышел, вот этого марша Пригожина на Москву, то вы говорите, что это все правильно он сделал, что так и должно было быть, что это и было в плане. То есть я себе думал, что Пригожин немного не дотянул во времени, что если бы он свой бунт продолжил еще хотя бы сутки, то на его сторону начала бы переходить российская армия, а вы говорите, что это и не было в их планах, что это и не нужно было им, что их план состоял совсем в другом напугать Путина. Да, Суровикинское же, кстати, обличение Пригожина было, вы помните, очень мягеньким таким. И потом оно довольно в странных обстоятельствах. Какой-то подвал, почему-то он автомат держал в руках и что-то там читал строк. Впрочем, такой же призывом Путина к Пригожину, что остановись не надо, выступил и Алексеев. А через два часа, когда Пригожин захватил и штаб Южного, этот Алексеев же хихикал с ним вместе о том, что забирайте этого Шоева Герасима. Никто не выступил на защиту. Я говорю не о разговорах, а где части, которые могли остановить их на пути к Москве. А где народ? Вот я помню, была попытка Жанна Пучта против Ельцина в 1991 году. Ну, мы тогда, я сам выходил, мы в Москве вышли защищать Белый дом. А где эти простые русские люди? Простые русские люди приветствовали в Ростове Пригожина как героя. А вы знаете, почему у Пригожина такая популярность? Потому что вот эти авторы его текстов, очень умные политтехнологи, они же вложили в него массу таких антиэлитных пассажей. Он всё время обречал жирующую на рублёвке элиту. А это народ очень хорошо воспринимает. Вообще в России скоро вся российская элита, если ещё не поняла, она поймёт, что у них гораздо серьёзная проблема есть, чем война с Украиной. Это вот этот громадный социальный раскол между жирующей элитой рублёвки и массой населения. Война обострил этот кризис. И он рванёт вот эти две страны, два мира, два шапира, как говорила советская пропаганда, приветствующие Вагнера Ростов и бегущие на бизнес-жетах члены правительства. Члены правительства. Это вот тот социальный бомб, который, она, конечно, взорвётся. В общем, эти два дня, я считаю, очень положительны для исхода российско-украинской войны. И тут всё, конечно, связано, перехожу к вашему основному вопросу, а что дальше? Так это зависит от вооружённых сил Украины. Я думаю, что вот это выступление, да, я говорил, начал говорить о том, кто стоит не за Пригожного, это неверно, кто возглавляет эту партию почётной капитуляцией. Ну вот, Суровикин и многие генералы прорезалась очень крупной фигурой, я и подозревал её, я это имя произносил, это Юрий Ковальчук, это самый близкий друг Путина, его гуру, и, собственно, он идиолог вот этой мировой войны. Путин же начинал войну как вызов всему Западу, как реванш за поражение Советского Союза в холодной войне. Ну, помните, это собирайте монатки и убирайтесь вон, то есть, эти двусторонные. Он был идиологом, Путин большую часть своей жизни был так, больше по деньгам, как и Пригожин. Вот на идею русского мира, мирового господства его зарядил Ковальчук, но как умный человек, он понял, что это проиграно. Кстати, ещё один обратщик, вся Украина знает господина Затулина, ненавистник Украины. Он занимался планом, верующий день Украины, когда Путин ещё бегал по Санкт-Петербургу, крышевал бандитские бизнесы, у него не было никаких ещё геоприятий. И этот человек признал ему это крушение всей его жизни, что помните его заявление, Украина победила, это навсегда, она навсегда останется независимой государством. Вот это партия людей, осознавших, что проиграна, и надо думать уже не о амперских мечтаниях, а о сохранении своей власти и собственности, которым грозит вообще назревающий в России социальный бунт. Андрей Андреевич, а в этом ключе какова тогда роль Лукашенко? Вот что он? Это его инициатива? Или его обязали? Или вот, ну вот, как вы видите роль Лукашенко в этом мятеже? Ну, мы все видели его замечательное выступление. Ну, конечно, да нет, никакой инициативы там у Лукашенко нет, когда начались переговоры, ну, его использовали как вот такого типа гаранта. Кстати, какой гарант? Ну, никаким гарантом, этот Пригожин же не знает, с какими бандитами он имеет дело. Никаким гарантиям ни Лукашенко, ни Путина он не может поверить. Он верит другим гарантиям, гарантиям тех людей, которые, собственно, возглавляют вот эту партию, которые его послали на этот подвиг. Слушайте, посмотрите, значит, в субботу по официальной версии Путина бунт был подавлен, он начал уже одним за другим свои выступления с благодарностями. Но в воскресенье на следующий день Пригожин на своем бизнес-джете летит в Петербург. Там встречается с тем же Ковальчуком, еще с какими-то людьми. Его никто не трогает. Потом он летит на своем бизнес-джете в Менск. А сегодня утром сообщение, что его, правда, самого Пригожина не виден, но его самолет утром прилетел из Минска, Москву. Пригожин жив после... А то, что Путин его ненавидит, это видно по его выступлению, он же трясется. И вот тот факт, что он не произносит своего имени, для Путина это высшая степень ненависти. Это второе... Он не произносит никогда имени Навального при Пригожинах. Так вот просто тот факт, что Пригожин жив и процветает, это страшное оскорбление Путина, и он... Это значит, что он не может отдать приказ о его ликвидации. То, что он хочет этот приказ отдать. Где новичок, где всё? Не может. Он... Путин в значительной степени потерял значительную степень своей власти в эти два дня. Поэтому я считаю, вот это в успешные дни для этой партии, партии управляемой капитуляцией. И, кстати, она об ядерных вещах. Эта партия посылает сигналы Западу очевидные. Просто надо внимательно читать всю публицистику Пригожину. Ведь до сих пор Кутина верит, что Пригожин это вот партия войны. Он вот хочет свергнуть Путина, чтобы начать настоящую войну, там бросать ядерными бомбами и так далее. Посмотрите, наверное, вот и украинская Виктория тоже до сих пор пока не заметила. Я просто призываю вам. В каждом последнем неделе выступления Пригожина добавляется обязательный абзац. Ни в коем случае нельзя размахивать ядерным оружием. Ядерный шантаж недопустим. Используем ядерное оружие не нужно. Слушайте, откуда у уголовника Пригожина полжизни провел в лагере, вторую половину дня в бандитском жизни в бандитском. Откуда у него вообще какие-то представления ядерных стратегий? Это ему вписывают вот те люди, которые стоят за этой партией. И они через него направляют месседж Западу. Мы, извините, не отвечаем от Путина. Имейте дело с нами. Андрей Андреевич, ну а вот та вот информация, да, все-таки давайте продолжим тему ядерки, о том, что как бы Лукашенко получает вот эту ядерную бомбу, он не натешится этим. И вы уже упомянули о том Запорожской атомной станции, и президент Зеленский об этом говорил, и украинская разведка перед этим предупреждала о том, что Запорожская атомная станция заминирована. Но вы говорите, что теперь у Путин потерял возможность, да, если ранее он имел там выходит, его приказ этот проигнорируют, даже если он отдаст приказ передать Лукашенке ядерную бомбу, этот приказ его не выполнят. Если он отдаст приказ подорвать Запорожскую атомную станцию, этот приказ его теперь уже не выполнят. От ядерную бомбу он и не собирался передавать Лукашенко. Это все продолжения разговора, это продолжение его ядерного шантажа. Я всегда говорил, и до этих, я два года уже говорил, что и на ядерную дару не решиться по четырем причинам. Он ничего не решит в ходе войны, наоборот, война будет только страшнее. Для него второе. Ему объяснили, что его накажут. В октябре ему американцы объяснили, что его за это убьют. Третье. Он не может сделать это один. Это, по мнению, генеральной бомбы – это два десятка офицеров. Все сойти с ума не могут. И четвертое. Против этого категорически выступает Китай, который имеет очень серьезные расчеты влияния на Путина. Ну, а теперь я добавлю к этому списку, что после той потери, если он не может отдать приказ об убийстве Пригожно, согласитесь, именно так обстоит дело, то тем более он не может отдать приказ о взрыве Запорожской ГЭС, Титанового завода и так далее. Вот эту вероятность я допускал. Даже более того, я полагал, что потеряв возможность использовать ядерную бомбу в качестве моральной такой компенсатора для себя, он мог серьезно эти варианты рассматривать. Это не я, это ни при чем. Вот в сегодняшней ситуации Путин потерял абсолютную власть. И лучшие доказательства моего тезиса, что Пригожин жив. Вот если завтра Пригожин будет убит, я откажусь от этого, я тогда скажу, что видим, каким-то образом у него удалось восстановить свои рычаги влияния на силовые структуры на сегодня. Если он не может убить, даже убить одного Пригожина, тем более, я отвечаю на ваш вопрос, он не может сегодня отдать приказ о каких-то ядерных техногенных катастрофах, в то время как партия умеренной капитуляции, которая, собственно, и ограничивала возможности, настроена на выход из войны и на контакты с Западом. Андрей Андреевич, а помогите мне еще понять вот путинскую логику, потому что мне кажется, что он, ну, эту вот катастрофическую ошибку допустил с признанием о том, что вагнеровцы финансировались из российского бюджета. Мне кажется, что вот он же признался в том, что, значит, он контролировал этих вагнеровцев, и, значит, это будет еще один пункт обвинения в Гаагском трибунале. Первый момент и второй момент. Ну, а как российские пенсионеры должны были услышать, что один миллиард долларов был потрачен на вагнеровцев, а вагнеровцы пошли все равно мятежом на Москву? Ну, то есть, казалось бы, это абсолютно нелогично в подобном призываться, но Путин это сделал. Почему? Это показывает только то состояние, в котором он находится, он состояние абсолютного... И знаете, чем его руководит? Вот вы перечислили три важнейших соображения, по которым это ни в коем случае нельзя делать. А вспомните, как он эмоционально это вот так ручонками размахиваю, рассказывал. Он просто был... Вот эмоции, возмущения с его стороны предательством пригожны. Я им дал, значит, там миллиард долларов, а ещё они воровали на продовольствие через «Конкорд». И он очень долго... Это настолько выпадало из контекста. Это вошь нации рассказывает о страшной грозе и о спасении, и вдруг начинают какие-то дешёвые счёты с каким-то жуликом. Но это показывает вот падение личности. Вы очень хорошо, что вы подсказали этот пример. Это вот в тот кинематографический калейдоскоп вот этого Путина объясняет, что я же ему заплатил это, это, и мы ещё вместе с ним воровали на питании солдат. Ну, это всё говорит на то, что Путин потерял контроль над собой и потерял контроль над своим окружением. Ну, а вот эта суетливость его некая, да? Вот то его месяцами не видно, а то вот прям каждый божий день стал появляться, что-то рассказывать. Ну, потому что он чувствует, что совершил страшную ошибку и каждый раз хочет исправить. А Песков же это разогревает, какое-то величайшее выступление, которое определили судьбу России, сделал. Потом через два часа выбегает с новым. Потом с громадной лестницы сбегает вниз, обращается. Он понимает, что он проиграл, что он совершил серию глупых ошибок, но каждую попытку исправить он совершает ещё новую. Вот с Вагнером это совершенно грандиозно. Кстати, конечно, это мелочь, но немедленно возникла на всех экранах на Западе подборочка. Путин сообщает, что он заплатил там миллиард долларов. И Путин на пресс-конференции с Макроном 5 февраля. Никакого отношения мы не имеем, наше государство не имеет никакого. Это частные военные компании, мы ничего не знаем о том, чем они там вовы. Нет, ну всё, сломался Путин, несите следующего. Андрей Андреевич, хотел бы попросить вас сейчас стать адвокатом дьявола. Вы уже упомянули, как бы Путин должен был выкрутиться из этой ситуации. Как минимум, один пункт вы упомянули, что ему надо сейчас бросить все ресурсы на то, чтобы убить Пригожина. Ну, отомстить ему, показать, что свою способность подобная решать. То есть, какие-то там правильные шаги, да, всё-таки у Путина ещё есть. Вот по вашему мнению, если бы, да, у вас попросил Путин консультации, как выпутаться мне из этой ситуации? Что бы вы ему в этом случае посоветовали? Я почему так формулирую вопрос, почему это хочу от вас услышать? Ну, чтобы понять, а в принципе у Путина есть ли ещё пути выкрутиться из этой ситуации? Ну, понимаете, вот в чём состоит власть диктатора? Вот в Парламентской республике человек был избран в выборах. Вот это признаётся всеми, люди ему подчиняются. Ну, у нас, у Путина нет никакой электоральной легитимности. Ну, все понимают, это несерьёзно говорить о русских выборах. Значит, у диктатора, ну, как у пахана в банде, есть какое-то уважение, страх, традиция, привычка. А вот когда подчинённые не выполняют его приказы, власть сразу же оброшивается. У него же нет там царской мантии, нет легитимности парламентской. То есть всё зависит от подчинения. Поэтому я ещё раз повторю, единственное, что он должен делать сегодня, для того, чтобы спасти вот эту падающуюся власть, убить Пригожина, конечно. Это будет доказательством, что его приказы выполняются. А вот эти вот судьбы нос, да-да. А потом он придёт, у него же очень тяжёлое положение в чём. Ну, если бы так, ну, он в таком стране, ему трудно что-то объяснять, конечно. Конечно. Ситуация такая, что для него плохо. Вот эта группа, как я называю, почётных капиталов, они понимают, как спастись. Придётся уйти на границы 11-го года, что-то там объяснить. Ну, Пригожин начал готовить эти тезисы. Мы героически сражались, но против 60 стран НАТО нас предали там вот эти негодяи. Ну, вот это 10-процентное патриотическое успокоить расправой над предателями. Там Пригожин, Шойгу, Герасимову на лобном месте. Вот это они. А Путина... И ещё важный тезис для этой группы, для обращения к нам. К сожалению, товарищ Путин совершил ряд серьёзных ошибок в украинском вопросе. У него резко ухудшилось здоровье. И вот товарищ Си прислал самолёты на длительное лечение. Вот я бы ему сказал, первое, чтобы тебя вообще завтра, Пригожина, это на какой-то короткий период восстановит лояльность элиты окружения. Во-вторых, вступая в переговоры с тем же Ковальчуком, лидером этой партии, ну, вот этот мягкий вариант. Лебединое озеро. Товарищ Путин совершил ряд серьёзных ошибок. И они там, может, взять самолёт своих наложниц, там, этих самых, кто у него там, Кабаева, Кривоножка, детёныши какие-то, кабаёныши. Ну, так, несколько десятков миллиардов долларов, и на самолёте в Китай. Пока этот вариант у него ещё в руках. Вот краткосрочно ликвидировать Пригожина, а среднесрочно договориться с партией отчётной капитуляции о своём лояльном поведении. А насколько это реалистично, по вашему мнению, что Путин сможет выдохнуть, адекватно оценить ситуацию, понять, что там против него, как вы говорите, Ковальчук, и что с ними надо договариваться? Вот насколько вероятно, что Путин адекватен, что он сможет принять такое решение? Ну, один пример его чудовищной неадекватности вы уже привели. И, в общем, эта чудовищная неадекватность возникла по ничтожному поводу. Злоба на жуликах, который его обманул. А сейчас у него на кону жизнь стоит. Не знаю, мне кажется, это я сначала вам сформулирую свои советы Путина. Теперь мой прогноз. Мне кажется, Пригожина не сможет убить. Уже процесс неповиновения ему зашёл достаточно далеко, и люди, которым бросают вызов, они сделают всё для защиты Пригожина. Ну, вот этот мягкий вариант ему могут навязать насильно. Уже это будет не его выбором. Андрей Андреевич, от Пригожина, если можно, к американской политике. Я сейчас о чём хотел бы вас порасспрашивать. О тех вот заявлениях, что американские конгрессмены, причём и республиканцы, и демократы, продолжают давить на Джо Байдена с тем, чтобы он передал нам Атакамсы на 300 километров. И там ещё один пункт появился о кассетных боеприпасах. О том, чтобы всё-таки передать нам и этот вид вооружения, кстати, запрещённый в 120 странах. Но не в Соединённых Штатах и не в Украине. Так вот, по вашему мнению... И не в России. И не в России, да, это тоже важный момент. Но вот по вашему мнению, Джо Байден, да, давайте об Атакамсах снова в 150-й раз поговорим. И об вот этих вот кассетных боеприпасах. По вашему мнению, может ли этот тип оружия быть передан Украине? Ну, во-первых, а почему вы не говорите о ещё более важных истребителях F-16? Ну, там политическое решение принято. Ну, и от Атакамсах, да, не было ещё политического решения. Ну, некуда деться Байдену, некуда. Вот я который раз выражаю восхищение позиции республиканской партии. Она же очень резко, вот эта позиция республиканцев, очень резко изменила ситуацию внутри байденской администрации. Дала аргументы нашим друзьям Остину и Блинкину. И ослабила документы нашего, не побоюсь этого слова, врага Селивана. Ну, который, между прочим, мы тут всё о пригожине. А 25-го было совещанница такое в Копенгагене, где от Соединённых Статов присутствовал Селиван. И, в общем, Украина настояла на своём присутствии на этом совещании. Так что это не было. Принцип «ничеро» об Украине, за спиной Украины, он был соблюдён. Но мы ничего не знаем. Идея-то была всё-таки об этих переговорах каких-то. Понимаете, несмотря на твёрдое... С одной стороны, твёрдые позиции руководства, официальные позиции того же Байдена, что никаких переговоров, переговоры только на условиях Зеленского, полный выбор. Но мы же видим вот всё это, леволиберальная пресса, эти политики «Нью-Йорк Таймс», в общем-то, они всё время вбрасывают идею, что вот всё-таки вот неплохо бы... Да, основная их как бы забота... В этой войне невозможно достичь победы. Вот этот кремлёвский стопроцентный агент «Сэм Чароп», которого они всё время раскручивают статьи о форуме. Сегодня, например, вот это вообще гуру, величайший такой американский считается, великий, боже мой, Томас Фридмен сегодня в «Нью-Йорк Таймс» как раз по поводу Пригожина. Так вот они... Вот эта вся группировка, которая объединение таких левых демократов и демократов школы «Реальполитик», они всё время выдумывают какую-то причину, почему не надо до конца. Ну, до недавнего времени это была причина, а вдруг она ядерной бомбой была. Сейчас ядерный уже аргумент, он погас полностью в том состоянии, как он находится в пути. Никогда не на что. Но на первый план выпало другое. Вот статья о том, вы смотрите, что творится. Могут более страшные люди прийти к власти, а если они прорвутся к ядерным арсеналам, ну, люди совершенно не считают вот тех текстов, о которых я говорил, что как раз эта партия почётная капитуляция через Пригожина бросает им сигнал, что мы-то нормальные, мы ни в коем случае не допустим использование ядерного оружия. Так, в общем, основной третий – хаос. Есть вещи, которые хуже, чем Путин в России, это хаос в России. И вот эти термины они хотят... А в конце концов сводятся к простым вещам. Вот поставить... Не надо поставлять больше оружия. В законченном виде к ним присоединяется и российская либеральная... Я иначе не могу сказать таких. А я назову этого автора Кирилл Рогов на совещании российской демократической оппозиции в Брюсселе. Я говорю, что нам не нужна полная, абсолютная победа в Украине. Эта победа приведёт к свержению Путина, а им может оказаться, что придут ещё более худшие люди. И нам, с Путиным мы как-то привыкли, а с другими нам может быть хуже. Вот эти хорошие русские, они, значит, пусть ещё десятки тысяч украинцев, пусть русские военные совершают преступления на куперной территории, но только, чтобы у нас оставался наш Путин, к которому мы привыкли, а то будет какой-то страшный бой. Вот есть такие настроения. И участие американской, с позволения сказать, общественности и российской оппозиции. Но повторю, что руководство стран, ответственное военно-политическое руководство, и это будет подтверждено 11-12 в Вильнюсе на саммите НАТО, не разделяют этих позиций. Они придерживаются твёрдой линии на победу Украины над Россией. Победа в смысле полного освобождения территории Украины. Андрей Андреевич, об упомянутом вами в Вильнюсском саммите, Киев, официальный Киев, выдвигает фактически требования о том, что мы хотим себе гарантий, твёрдых гарантий, и мы хотим себе повторения вот того, как это было с финнами и со шведами, что Альянс согласился с тем, что принимает эти страны к себе, и что пока это членство, эти страны вступают, то получают гарантии. На протяжении этого времени, вот касательно финнов, это был год. Вот что-то примерно подобное мы хотим себе получить на Вильнюсском саммите. Чтобы нам сказали, мы возберём, это первый момент, и второй момент, пока вы к нам идёте, мы вам гарантируем безопасность. Год, два, три, пока война завершится. Но, тем не менее, вот эти два момента мы хотим услышать на этом Вильнюсском саммите. По вашему мнению, мы это там услышим? Вы услышали, конечно, любые слова, там, выполняйте критерии, они немыслимые, они недопустимы. Это было бы оскорблением Украины, это очень неудачную реплику, как-то забыв поставить шпару вёлки, пробросил Байден, там, отвечая на один вопрос. Слушайте, ни одна другая страна, НАТО, не удовлетворяет тем критерием, которые Украина. Украина выполняет единственную ту функцию, ради которой НАТО было создано 75 лет назад, защита Европы, защита цивилизованного мира от российской агрессии. Поэтому никаких критерий к ней можете речь. Вот я уточнил вашу формулировку, мы гарантируем. Они гарантируют всем, кроме обязанности умирать на территории Украины. Именно поэтому после победы вас принимают в первый день. А гарантии, то, что точно Украина получит, это тот статус, который Соединённые Штаты предоставили Израилю, Тайване и Южной Корее, Японии. То есть они не взяли обязательства своих солдат умирать на территории этих стран, но взяли обязательства полного слияния вообще оборонной политики, оборонного производства НАТО и этих стран и поставления им современного оружия по стандартам НАТО на самые высокотехнологичные образцы. Вот это и будет, я думаю, не думаю, а знаю точно, обещанное в Украине. Собственно, вот. И тогда вот эти вопросы АТКСов и Ф-16, собственно, последние оставшиеся вопросы, и, может быть, кассетных бомб, будут в этом пакете разрешены. Вот пятую статью они сегодня, ну, никак не могут. Но, кстати, что значит «никак не могут»? 20 стран заявило, что они готовы принимать Украину сейчас. Ещё мы не слышали президента Макрона, но мы читали сообщение «Где ты Монт», то есть, может быть, даже 21, и вот это 21, то есть, очень значимо. В любом случае, я вижу перспективы Украины, и на этом саммите крайне благоприятны. Андрей Андреевич, и напоследок спрошу вас. Знаем о том, что Йенс Столтенберг, глава Генсек НАТО, останется как минимум ещё на один год в этой должности. И вот, ну, лично мне, да, хотелось бы, конечно же, видеть на этой должности Бориса Джонсона, которого мы знаем, что он не только на словах, но и на деле, и реальными делами поддерживает Украину. Вот то, что Йенс Столтенберг останется в этой должности ещё на год, это хорошая новость или не очень? Хорошая. Это second best choice. Да, Борис Джонсон, это было лучшим вариантом, но вы знаете некоторые проблемы нашего великого друга Бориса. Обязательно на следующий день, два события должны произойти, на следующий день после нашей победы, это принятие полномасштабное в НАТО и Борису Джонсону, и ряду других государственных деятелей Запада должно быть присвоено звание Героя Украины. Вот я, мы же с вами наблюдаем вместе, каждый раз, вот ту борьбу внутри администрации Байдена между вот этими двумя группами, группой Победы и так называемой группой непоражения. Борис Джонсон решающую роль вот в первые месяцы войны играла на стороне Блинкина и Остина вот своим влиянием личным на президента Байдена. Ну вот, я перечислю, вот в первом я на премию на Героя Украины выдвинула Борис Джонсона, Блинкина, Остина, Анну и Лену Бербок, она решающую роль сыграла в трансформации немецкого политикама, но Анжи и Дуду, конечно, ну вот, кого-то я забыл, но вот эти люди... Анжи и Дуду, кстати, приветы вы передавайте в Киеве. Да-да-да, если увижусь сейчас на улице, это весьма велик шанс на это, потому что студия 24-го, мы как раз в средместе Куива. Андрей Андреевич, спасибо, что нашли время для разговора, спасибо за вашу аналитику, за ваши ответы и пояснения. Отдельно, конечно же, не устаю вас благодарить за поддержку Украины. Андрей Пятковский, публицист, был на связи со студией 24-го. Спасибо всем зрителям, кто с нами на этом стриме был, спасибо всем зрителям, кто поддержит Украину, кто донатит на ВСУ. С вами была Украина, побачимось, до побачни.